Так, надо добиться вот такого результата, чтобы колесо стояло на месте. Оно так и на ноги мне может наехать. Вот стою на месте. Нужен вот такой результат. Абсолютно. Вот такой. И только такой, никакой иначе. Вот, как-то так. Привет, YouTube. Привет, подписчики и гости моего канала. Значит, поставил я на ход свой тракторок. Все теперь закрутилось, завертелось. В этом видосе покажу, как я устанавливал педали сцепления. Там левый тормоз, правый тормоз и, соответственно, газ. Они абсолютно симметричные. Почему я так сделал, я тоже расскажу в этом видосе. Также покажу и расскажу, как я сделал. И почему я сделал именно такую рамку. Вот. Что еще? Да, потестил. Радиус разворота меня совсем не устраивает. В общем, давайте так. Соберем 500 лайков под этим видео. 500. И я покажу, как сделать так, чтобы трактор разворачивался на месте. Заодно буду знать, интересно вам это или нет. В общем, смотрите. Обязательно комментарий. Обязательно оценка. Либо хорошо, либо плохо. От вас больше ничего не требуется. Ну, хоррель-ля-ля. Погнали смотреть. Итак, решил я, значит, поставить педальные узлы на площадке. Разместить. Выпилем. Вот такие вот окна. Перегородки убрал. Вот здесь. И чуть сместил вот здесь. Для педалей. Здесь будет газ. Ближе к раме тормоз. Ну, соответственно, в зеркальном исполнении будет вот здесь сцепление с краю. Ближе к раме тормоз. Сейчас буду химичить педальные узлы. Так, мужики. Ну, не знаю. Мне уже лично надоело. Вот это мне уже бесит вот эта вот фигня. Чтобы закрутить кисы, начинаешь вот эти манипуляции проводить. Все. И опять это очень неудобно. Короче, доработал эти кисы. Каким образом? Смотрите. И что получилось. В торце просверлил десятым сверлом. Не знаю, там, наверное, не видно. Вот пока оно не уперлось вот сверху, видно, да? Сверло в этот, в штырь вот этот, в ручку. Вот. Оно уперлось. Потом я нарезал резьбу сюда. Мечиком. Это десяточкой прошелся. Нарезал мечиком резьбу. Шарик с подшипника подходящий по размеру туда. Кусочек пружины. Я не знаю, с чего это. Это с какого-то тросика. Вот такая маленькая. Вот обрезал. И обрезал вот такой вот болтик. С резьбой. Такой коротенький. Чтобы он этот шарик прижимал. Сейчас я притяну это все дело. Вот таким вот образом. И что получается? Смотрите. Вот такой простецкий лайфхак, будем говорить. Просто шарик прижимает туда вот эту ручку. И она уже, соответственно, никуда не девается. Так что может кому-то пригодится. А то прям бесило, бесило, я не знаю. Вот такой обрезок листа двоечки. Не знаю, сколько он миллиметров, но не подходит. Сейчас его вот так сюда уварю по сторонам. Так, чтобы педаль ходила понад ним. Вот здесь чуть подрежу. Так, чуть подальше. Вот. Заготовочки у меня есть. Наверное, буду использовать их. Это труба полтораха. Когда-то я на своем трубогибе гнул кольцо. Диаметр получился 36 сантиметров. 360. Тут оно было сварено. Вот. Но оно как раз мне подходит. Вот. Отрежу сколько надо. И будет вообще замечательно. Вот таким вот образом. Так, сделал одну сторону. Стало сюда пятаки еще. Будет газуля. Еще нету этого самого стойки. Здесь есть на тормоза сделал. Тут тросик укоротил. Вот так его тут заплел. Заклепал. Еще сверху дополнительно. Ну, как заплетал, посмотрите в видосе. Расплетал и правильно, как надо, заплетал. Итак, покажу, как я заплетаю в тросик вот такую штуку. Не знаю, как она называется правильно по-научному. Кусочек медной трубки нужен будет. Запущу с той стороны. Потом нанесу. Сначала, понятное дело, одевается медная трубка на тросик. Тросик этот с ручника. Достаю из середины второй тросик, который поменьше. Получается, оплетка в одну сторону замотана, а тросик замотан в другую сторону. Вот он, там центральный. Пилом подковырнул. И начинаю его вот так вот выплетать. Выплетаю, сколько мне надо. Сейчас буду делать тросик на сцепление. Вот. Дальше разделяю этот тросик пополам. Тут у нас сколько? 7 жил, по-моему. 3-4 делаем. Вот. 3-4. Вот. И начинаю тоже его раскручивать. Чтобы они были все вместе. То есть, которая раскрутилась жила, я ее обратно закручиваю. Вот так вот. Раскрутил, допустим, вот сколько. Трубка, понятно дело, одета. Но это если... Если это делать уже на месте. На другой стороне. Вот. И потом начинаю заплетать центральный. Не с той стороны завем. Так, чтобы они становились. И что же, опять не с той. А, хотя я их встрою. Конечно, на весу это делать неудобно. Не совсем точнее удобно. Затягиваем такую петлю. Можно взять по сетеве. И потянуть их в разные стороны. Синхронно, одновременно. Что не очень тоже удобно. Хотел быстро показать, но она не получится. Быстро. Сразу его откусить, чтобы он не мешался. Вот таким вот образом. Берем. Откусим. Вот. Нормально. Распружиняем. Вот так вот. Отлично. Теперь еще разочек завожу. Вот оно стало теперь. Жило в жилу как надо. Можно подправить чуть-чуть. Еще разок завожу сюда. Один. И еще раз завожу. Вот так вот. Если надо, поправляем вот так. Прокручиваем. Прокручиваем. Вот. И теперь другой. Заплетаю. Может, конечно, ничего нового я тут не расскажу. Но захотелось показать, как можно обойтись без вот тех хомутов с гайками, которые не очень надежные. Будем так говорить. Вот. Вот так вот получается. Такая вот петля. Вот такая вот петля получается. Теперь еще чуть-чуть вывезу. Теперь ставлю что-нибудь между и вплетаю хвосты. По крайней мере, пытаюсь вплести хвосты туда. Сам тросик. Они должны прыжаться будут. Ну, не все, конечно, влезли. Но не беда. Вот. И теперь этот оплетку. Вот она. Чуть длиннее получилось. Откусываем по-насамым-самым. Вот так. Расплелась, заплетаем. Вот. И начинаем от так этого эту оплетку заплетать. Вот эти хвосты, которые торчат, прятать. Чтобы она их прижала. Эта оплёточка. очень жесткая. Труже жесткий. Поправляем там сидело, чуть-чуть его раскрутим, вот так, да. В принципе, нормально. И беру трубку, завожу, зажимаю. Вот здесь вот, вот так вот подвожу ее максимально близко, поджимаю. Вот так вот. Обжимаю, но обжимать буду вот этими клещами, будем так говорить, слегка. Просто очень меньше надо усилия прилагать. Нежели по ассатижам. И с краешку три раза. Вот и все, получается вот такая вот аккуратная петля. Сейчас одеваю чехлом и с той стороны делаю нужного мне размера. Так, просверлил отверстие при помощи газового резака на 20 с лишним. Сюда тяга будет ставиться. Поставил все на место, а оказывается все это полная фигня. Газуля тут вообще, вот это ее ход. Где там видно, не видно. Дальше он в разрыв будет идти. Короче, надо ее укоротить на половину где-то. И вот эту эту приварить выше будем горить. Или другую сделаю. Ну куда такой ход? Конечно, сдури. По большому счету их надо поменять местами. Вот эту маленькую, она 15 сантиметров сюда. А 20 не выкинуть на тормозах. Тут еще он не доходит сколько до конца. Короче, наверное, их завтра вот там отрежу. Эту приварю туда, а сюда новую сделаю. Там обрезки есть. Так же и на сцепление. Вот это я запас тут сделал хода. Там надо минимум. Вообще минимум. Так что будем заниматься. Уже механизм работает. Все тянется. Все полно становится просто. Так, установил двигатель, коробку. Все на место ремней. Сейчас здесь подложил брусочек, чтобы ремни чуть послабли. Чтобы выставить и приварить пятак. Вот так вот. Все здесь уже настроено. Так как надо. Тросики пока сняты с тормозов. Максимум будет вот так вот. Это полные уже колодки на полном вылете. В общем, надо было мне настроить полный газ. Это полный газ. Плюс. До полика чуть-чуть не достает. Но здесь можно еще регулировать будет. Здесь на серединке стоят шейбухи. То есть право-лево можно еще как-то отрегулировать. В общем, выглядит пока это все вот так. Как я выставляю. Сейчас покажу. Это все отрезано. Вот. То есть магнитный уголок вот такой шестигранный. И примагнитил эту самую лапку. И выставляю так, как мне нужно. Смотрю, чтобы она была вроде ровно по горизонту. Вот. Под один край ее выношу. Чтобы здесь было пошире для ноги. Аналогично буду ставить здесь. Также где-то у меня здесь кусочек трубы. Подходящий. О! Это так чисто дистанция. Также ставлю сюда магнитный уголок. И также под 45 градусов привариваю эти педальки. Почему под 45? Ну, во-первых, и ноге комфортно. И когда педалька выравнивается, да. То есть она становится вровень с площадкой. На любом этапе, как говорится. Даже при разных разностях вот этих вот, будем говорить, длины. Разной длины рычага. Под 45 градусов педали становятся горизонтально площадки. Вот. Как-то так. В общем, дело близится к финалу. Сейчас прихватываю. Снова все снимаю. Двигатель, коробку. Сидение, кроме крыльев, понятно. На переднюю балку отстегиваю. И опять его задираю. Снимаю эти площадки. И обвариваю. Обвариваю все капитально. И мне надо будет еще пересверлить с этой стороны отверстие. Под пружину чуть-чуть ее выше поставить. Не сильно она его возвращает. То есть она должна не до конца. Чуть-чуть не хватает. Здесь отлично вообще. Чтобы не стучало, у меня здесь есть. Ставлю такие трубки. Вот они. Разрезанные трубки обычного топливного этого. Надеваются на решетку снизу. Вот таким образом. Ну это только снизу. И перестает греметь в этом прорезь. В общем понятно. Вот. И тогда лапка упирается сюда. И она вот этих звуков не издает. А такой глухой. Бах-бах. И все. На этом наверное с этими всеми. Все регулировки уже выставлены. Полностью. Одинаковый абсолютно ход на тормоза. Сделал абсолютно. Газуля понятное дело. Газ в пол. Все очень удобно, когда сидишь. Сцепление тоже минимальное. Минимальный тут ход. Будет даже не до полика. Все очень-очень удобно. Как ни крути, как ни поставь. Все проходит. Ну это и так уже. Так что как-то так. Механизмы вдоль коробки. Ничему не мешается. Нигде ничего не торчит. То что рычаги снизу. Абсолютно меня это никак не волнует. Абсолютно не волнует. Если он будет выглядывать там. При газе. При полном. Вот настолько. Вот так же же тормоза. В поднятом состоянии они вообще прячутся в саму раму. Так что вездехода я не строю. У меня есть другой трактор. И повыше. И помощнее. И полноприводный. Это чисто по хозяйству. Техника мобильная. Маневренная. Чаще будет гонять с прицепом. Так что. Вот такие пироги. Вообще не переживаю за это. У меня. Балка настолько не подкачается. Чтобы рычаги уперлись. Куда-то да. В тот же самый пенек. Если я перееду там. Как ребята там в группе говорили. А если бурелом какой-то. Корнище. Корневище. Ребят. Что же. Глаза. Для чего. Смотреть. Куда едешь. Трактор не для пахоты. Ребят. Есть у меня. Высокий. Мощный. Полноприводный. Трактор. Для трех плугов. Точнее. Для плуга с тремя корпусами. Вот. Все это уже учтено. Поэтому. Поэтому. Делаю. Компактный. Абсолютно. Компактный. Абсолютно. Маленький. И чтобы он разворачивался. На месте. Поэтому. И делаю. Раздельные тормоза. В общем. Мы это все проверим. Такое. Самое сложное. Это вот. Вот. Эти вот вещи. Настроить. Рулевой. Тут уже. Рамку сварил. Кардан. Накинул. На. Колонку. Да. И все. Вот. И вот. И руль. Может даже. Завтра. И. Буду. Первое испытание. Ну. Рычаг перегнул этот. Сниму его полностью. Нагрею. И. Выгну в нужную мне сторону. Вот. Чтобы он. Вперед смотрел. Так. Так. Обварил я педали. Вот. Такие. На тормозах еще. Косыночки. Поварил. Вот. Все равно. Они доходить не будут. И мешать не будут. Они где-то будут вот так вот. Если очень будут мешать. То. Подрежу. Немножко. Это не беда. Все. Это. У нас. Газ. Это. У нас. Опа. Сцепление. Все. Как. Надо. Все. Тут. Пересверлился. Старок. Заварил. Чуть. Выше. Засверлился. Чтобы. Откидывалось. До конца. Все. Сейчас. Ставлю. Уже. Капитально. На. Все. Все. Болты. И. Пока. Аж. Не красить его. Они. Подножки. Будут стоять. То есть. Эти. Педальные узлы. Или. Как их назвать. Все. До кучи. Очень удобно. Все. Очень. Все. Замечательно. Так. Хочу поставить. Вот. Такой. Маленький руль. Но. Нет. Вот. Вот. Этой. Сердцевины. С лицевой. Части. Короче. Взял. Еще. Один. С большим вылетом. Вырезал. Середину. Закультурил. Чуть. Чуть. Округлил. Как смог. Просверлил. В общем. Будет. Она. Ставится. Сейчас. Вот. Снизу. Он. И поменьше. Будет. И ближе. Гайка. Будет. Не такой. Вылет. Будет. Большой. Поэтому. Этот. На. Металлом. С этим. Будем. Заниматься. Итак. Значит. Поставил. Все. На. Место. Уже. Выгнал. Своим. Ходом. Оттуда. Сейчас. Будем. Делать. Здесь. Рамку. И. Вставить. Руль. Поехал. Взял. На. Семерочную. Семерочную. Вот. Рулевую. Куда. Вот. Он. Зазвал. Семерочный. Вот. Таким. Кардана. Был. Коротким. Но. Не. Не. Подходит. Пока. Возможно. Его. Буду. Удлинять. Возможно. Взял. На. Разборке. С автомобиля. Он. Длинный. Вал. 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 Оскачивать. Так. Посмотрим. Даже. 33. 33. Сантиметра. Мне надо. Я так уже прокинул. 25 см. Чтобы. Было. От. края. До. Края. Чтобы. Поставить. Rуль. По центру. Это я поспешил. Конечно собрал. Вилка вот такая у меня была. Тоже. Цыка. вот такие культуре лапточил потому что крестовина будет ломаться немножко круче чем обычно крестовины разбираются ничего страшного нет они здесь точечно стоят были выбиваются нормально забиваются я уже он собирал эту крестовину все отлично значит с жигулевского вала длинный такой вам отрезал вот эту шлицевую часть потому что она на семерке совсем другая она не подходит и в варил сюда теперь это дело уже будет сюда одеваться как-то так в общем сейчас ставлю рамку разбираю вот это все обтачиваю укорачиваю с одной стороны да это тоже разберу тоже вот так точно также сделаем чтобы потом в дальнейшем уже не возвращаться к этому вопросу потому что будет уже все собрано будет уже настраиваться по месту возможно даже обрежу вал укорочу не знаю сантиметров 6 7 или 8 вот подшипники оставлю посмотрим может даже в середине укорочу его не саму вот эту штукенцию обрежу и укорочу я не знаю либо так оставлю короче сначала нужно сделать рамку потом уже примерять как она будет выходить может даже все и останется единственная тяга уменьшится да и все так ну и соответственно тест тест драйва будет будем смотреть потому что без рулевухи хотя мы уже все это посмотрели у меня в группе вот мужики уже знают какой радиус сейчас какой радиус разворота будет после небольшой доработки но об этом на другой видос как изменить радиус разворота и заставить трактор крутится на месте так что все это интересно погнали делать пристегнул такие зарезал коротыши но они еще будут отрезаться сколько то там вот отсюда до сюда 9 сантиметров парами так вот пристегнул и обчертил его снаружи для чего для того чтобы видеть где она будет проходить она пристегнута на таких уголках не знаю сколько градусов она подходит это я делал для чего-то чтобы у меня было все для сварки что-то варил очень много и именно сделал такую два одинаковых волка вот такой вот будет на кончик для чего это потом узнаете вот такие вырезы сделал ставится будет внутрь ну и соответственно через них будет она прикручиваться стойка это вот это для чего для того чтобы знать где мне хотя бы приблизительно сверлиться когда я прижму это все дело приблизительно буду знать где мне делать отверстие здесь и потом сверху до трубы приваривающую пластину прикручу здесь на трех точках будет раз на трех болтах здесь и здесь вот таким вот образом это будет стойка рулевая сейчас пока это дело ставлю прикручиваю и уже дальше буду выставлять здесь делать ее своеобразную удобную мне чтобы ничего не торчало не мешало уклончик наклончик точнее то что нужно примут идеально для меня вот эти угол и так прикрутил стоечки тут она вот так понятно поднимается нигде не мешается не упирается доходит до рамы как положено здесь тоже самое симметрично очень удобно когда нарисовал видно где центр все это без всяких размеров просверлил по-другому и уже не поставишь не вижу смысла здесь приваривать какую-то пластину и третий болт крепить потому что она здесь будет между собой трубы разные пока повышение между собой еще сварена вот поэтому сейчас нарисовал не знаю я думаю видно карандашом вот такую трапецию и буду по ней то есть замерил замерил ширину рамы от края до края точнее у спереди на абсолютно одинаково вышла у меня там 41 вот нарисовал подугольник под большой подиумный без меток но тем не менее угол есть 90 градусов нарисовал отмерил 41 также подугольник поднялся и как мне надо взял под 45 вот это будет по 45 стоять труба вот поэтому также взял здесь 15 взял здесь 15 ну соответственно все это подугольник поднял также 15 сюда и нарисовал да здесь выходит 11 перемычка для чего я так и и загружаю когда будет стоять вот этот мой рулец маленький чтобы руками понятное дело все это дело будет стоять вот тут и укосины и раскосы пойдут вниз ни руками ногам это мешать не будет это вся трапеция ширина вот это будет чисто вот она вот так все отлично так что этот ролик старый не было внутрянки поэтому пришлось распилить другой все это дело окультурить и прикрутить его вот как то так просто нравится он мне маленький во первых во вторых очень даже сюда вписывается есть у меня семерочные пятерочные бмв шные но они все у всех у них высокий высокий вылет здесь он как-то более менее такой адекватный то есть на мини техники будет стоять мини руль вот как то так все сейчас замеряю все эти размерчики беру под 45 отрезаю здесь же раскладываю по линиям и свариваю все абсолютно никаких проблем нужный мне размер уже будет готов останется только взять вышину отметить их где нужно отрезать отрезаю и привариваю и привариваю вот еще так укоротил я вал вот здесь вырезал ровно 6 сантиметров отступил немножко на тут этой части где ходит подшипник роликовый вот отрезал ну и соответственно здесь укоротил вот он был вот такой длины грубо говоря да сделала было меньше 6 сантиметров сейчас значите буду отрезать вот здесь вот по сварке вот этой прямо так вот вместе с этой бубышкой мне нужно его ее снять отмечу сколько мне нужно отрезать принципе вот эту часть оставлю может даже ее принять не сначала отрежу потом ее надену приварю и еще одну часть какую-то там отрежу также вставлю чтобы было вот такое же расстояние до подшипника и здесь это бубышка пускай остается она будет играть роль центровочной втулки проварю ее по этому шву ну и соответственно потом обварю с этой стороны то есть вал еще укорочу мне нужно сделать его минимальным чтобы вот эти два подшипника находились вот рядом вот так вот это чтобы перешел вот сюда то есть здесь будет примерно я не знаю сейчас прикину так на вскидку на вскидку это еще не точно ну примерно будет 10 сантиметров между между ними потом возьму трубу и в трубу вставлю эти подшипники вот не буду оставить эту стойку заводскую которая она понятно с креплениями сейчас покажу даже да кто не понял не буду я брать вот эту штукенцию возьму трубу куда подходят подшипники вот эти залазят и буду с ней работать 10 сантиметров сделаю мне так надо чтобы руль был максимально близко сюда чтобы эта стоечка приподнялась вот рамы ну и карданчик соответственно был уже здесь чтобы его не закусывала ну так вот отрезал эту сварку она осталась вот здесь все равно укорачивать вот это досталось вешать то есть теперь загоняю сколько до половины насколько мне надо и обвариваем здесь но это тоже также укорачиваю сейчас вымеряю вот загоняю прихватываю и обвариваю и так получился вот такой коротюсенький вал напомню сверху вырезал 6 сантиметров вот это вырезал 5 сантиметров серединка будем так говорить и вот здесь между подшипники сейчас у меня остается 9 сантиметров плюс минус 100 миллиметра я не считаю этого будет достаточно чтобы руль держался все бочка это ограничение в трубе будет трубу щас покажу в общем ее же будет и удобно приваривать приварим все и забыл руль будет находиться на такой вот вышине сколько тут получается примерно примерно если он так одевается где-то три с половиной четыре где-то вот так он одевается аж сюда на фон в общем то что мне нужно все сейчас привариваю ровно буду приваривать абсолютно ровно потому что уклон я там уже нужный медал ставлю трубу сверху ровненько и вымеряю чтобы она стояла как надо не так не так а именно ровно вот и потом когда это все дело остынет почему в свою приваривать будут сверху потому что я не знаю возможно его поставлю вниз возможно поставлю вверх поэтому тут все зависит от крестовины в общем пока там я обрежу как мне надо нужно мне вышину и будет видно прихвачу на несколько точек если в нижнем положении будет удобно то есть чуть пониже руль либо чуть повыше это уже на месте на месте вот там вот труба у меня уже приготовлено подшипники сюда хорошо так прям залезут я уже померял у них вот это мягкая резина поэтому они туда запрессуются и навеки вечно так вырезал трубу нужного мне размера вот получилось девять с половиной сделал прорези с двух сторон вот такие вот над краем для чего для того чтобы замять потом чтобы подшипники не выскакивали ну как это было это на самой стоечки прорезь сделал вот 1 1 миллиметр диск так что как то так все сейчас ее привариваю вот сюда так как она у меня я там уже буду посмотреть как мне удобно наверное вот так либо вот так либо по центру сейчас мы это все дело посмотрим короче привариваю кидаю сюда косыночки туда и сюда вот так на всякий случай и все им уже начинаю примиряться и так значит вварил трубу вставил подшипники и вот здесь держи прорези не отделал я их вот так вот внутрь слегка пример поставил зубильца и так по одному ударчику вот пускай будет короче получился вот такой вот вал видно не видно в общем теперь можно будет руль на шлицы затянуть гайку в общем вот она расстояние выше на будет от стойки вот такая впрочем очень удобно карданчик тоже максимум высоко закусывать не должен так все сейчас гайку найду прикручу не будут примеряться раскосы не кидал получилось обварить вообще капитально по всей плоскости труба толстостенная все подошло замечательно сварил я рамку получилось вот такая вот своеобразная вот теперь когда здесь вал стоит на своем месте и здесь вал стоит очень удобно все это вымерять и рассчитать вот так все прикручено обалденно обалденно не мешается сидение можно сдвигать когда садишься но абсолютно не мешается присесть вот выше на не не знаю но это будем со стороны смотреть отличная так вообще замечательно так колени что так не достают сиденье близко колени что так не достаю что здесь когда вылазишь абсолютно все закругленное будем ну не закругленное но скошено вот капот соответственно пойдет здесь уже дальше это чисто стоечка под под нужным углом будем так говорить абсолютно съемная конструктор продолжает продолжает пополнять детали какие-то съемные да очень удобно четыре болта и все снимается капитально на солнце рулик блестит все ставлю кардан оставлю двигатель с рулевым тут больше делать ничего так за значит и заточил подточил вот таким вот образом крестовины вилки сами вот и под помазал подшипники и сейчас начинаю собирать вал с одной стороны обрезал вот здесь она выбивается будем соответственно нужную нам длину выбирать а потом ее приварю вот приваривать буду вот таким вот образом как она и была ну как и должна быть вилка она против вот так вот друг друга они что на коротком так что на длинном было так поэтому я думаю никаких проблем с этим не возникнет собираю привариваю ставлю смотрим что получилось так ну в общем то в общем то на ход поставили кардан выглядит и стоит вот таким вот образом подрезал ее тут буквально чуть-чуть приварим как надо вот это автомобиля к не стал этот маленький портить вот отлично все зашлифованные части вот эти становятся как надо так ну сейчас покажем радиус разворота этих колес точнее вот в таком положении но я его буду переделывать меня не устраивает такой радиус вот ну пока давай на первой максимуму руль максимум поставил пока притерочный руль что-то тот вообще неудобно на месте это до упора это до конца до конца руль сделай пару кругов на данный момент радиус разворота и вот такой тут он составляет на больше трех метров и это меня совсем не устраивает хорош так ну в общем сами все видели как это работает больше добавить пока нечего еще раз повторюсь давайте соберем 500 лайков я покажу как сделать разворот на месте то есть стоя на одном колесе абсолютно это очень легко и просто никаких вопросов нет по крайней мере у меня все всем пока всем удачи с вами был санек а